Музыка Музыка Страх это вообще нормально Вспомните Каса Дамата Страх это нормально Любой герой трус испытывают одни и те же ощущения перед действием Но герой становится героем потому что он что-то сделал А трус становится трусом потому что он что-то не сделал То есть Каса Дамата говорил очень просто То есть по сути своей любой человек имеет страх И страх это по сути своей основа навыков Вам страшно вы начинаете учиться Вы страшно вы начинаете тренироваться То есть без страха не было бы навыков у человека Но есть такая штука которая называется Вы умеете использовать свой страх в свою пользу или нет? И это не новая волна Это не новое упражнение какое-то Вспомните фильм Непобедимый Помните да? Твой главный противник это страх Страх который живет в каждом человеке Вставай мастерство не знает страха То есть по сути подойди Победишь себя Обретешь новые неведомые силы То есть по сути своей человека заставляют Научиться управлять собой В любых ситуациях И антология страха это именно то что обычно По сути своей фатально для человека Имя фатально Испугался убежал из компании Не надо было убегать Уже бы был неизвестный Испугался не совершил поступок Который должен был совершить Это большая ошибка Этого не нужно было убегать Испугался не пошел в ту фирму которая нравится А пошел в ту фирму где как бы более безопасные условия Это печально Оказались что условия что? Небезопасные Обратите внимание Люди все говорят Вам пообещать кому-либо что-либо это две минуты Многие люди выполняли свои обещания которые давали Скажите Никто не выполнял Почему? Уже люди любят обещать и не любят выполнять обязательства И вы такие же точно Любой человек не любит выполнять обязательства Он любит когда ему обещают и дают то что обещают А сам этого делать что? Не любит конечно Поэтому когда обещают золотые горы У меня всегда возникает вопрос Где очередь? Ну смотрите Ну смотрите если дают бесплатно к улицу Но там расстроится очередь Да? А если обещают золотые горы где очередь? Почему очереди нет? Ну должна быть очередь отсюда До Дерибасовской Ну стоять в очередь А очередь не стоит А все же знают что Те кто обещают Они никогда своих обещаний не выполняют Сколько раз я видел людей Которые мне говорили Олег Викторович я ушла с той работы Или ушел с той работы Потому что мне там пообещали одно А на проверку оказалось другое Да так всегда Зачем они тебе пообещали? Это известную дырку нужно было заткнуть в кадровом неземном И отчитаться перед руководством Они свою работу выполняли А там хоть не вырастает Потому что тебя завтра уволят К ним это уже не имеет никакого отношения Это менеджеры плохие А мы же дураки тебя взяли на работу Хи-хи Идиоты Взяли и взяли тебя на работу Хи-хи Мы то подобрали человека Засудули Они согласились Все открыто В наши руки свободны То есть на работе все хотят Как можно быстрее выполнить ту работу Которую у них Сбагрить на кого-то И гужевать Понимаете? А это не дает никаких результатов То есть подобный подбор кадров Подобный подход к людям Не дает никаких результатов Никогда С людьми надо заниматься Ежедневно Если вы хотите чтобы они Чего-то добились в жизни С ними нужно заниматься ежедневно Заставлять их делать то Чего они не хотят делать Потому что все люди Ничего не добились в жизни Только по одной простой причине Как говорил Машер Они не делали то Чего они не хотят То есть люди Всегда не делают то что не хотят И именно из этого ничего не получают Вот Тайсон Когда становился чемпионом Мира по боксу Послушайте Тайсон Вот просто в видео Посмотрите Что он говорит Он говорит что Дамата меня заставлял делать то Чего я делать что не желаю Просто не желаю делать Зайки То есть я не хотел убирать комнату Не боксировать Он Я не хотел этого делать Меня заставляли Я не хотел этого делать Меня заставляли Да все что я не хотел 4 утра вставать Меня заставляли То есть весь прикол заключался именно в этом, в том, чтобы делать то, что ты не хочешь. Так вырабатывается дисциплина. А что такое дисциплина? В чем прикол этой дисциплины? Пример привожу, уже приводил, но приведу сейчас другой пример. Когда вы едете на Сицилию, существует пролив Мессинский, который требуется преодолевать на пароме. То есть вам нужно съехать на паром и переехать на ту сторону. И всю жизнь паромные переплавы владела Мессина. И мы стояли по часу, ждали этот паром, пока он придет. Цена парома была 30 евро. Мы грузились на этот паром через час. Еще минут 40 шли до этого. Потом спускались, потом продолжали свое движение в поле. Вот в день, в красный день. Я был странно удивлен, когда подъехал на паром и на переправу. Там стоят люди в форме, в белых перчатках, одинаково постриженные, по стойке смело. Цена не поменялась. Но каким-то образом это огромное количество машин, которые стояли на этой паромной переплаве. Через одну секунду погрузили на два парома. В очень четкой организованной структуре. И когда я вошел на паром, я охренел. Я таких паромов не видел. С экскаваторами, с ресторанами, с вот такими креслами пушистыми и так далее и тому подобное. Я ничего не понял, что произошло-то за то время, что меня не было. Меня не было всего два месяца. И когда я съехал с парома и повернул в машину, я увидел на борту корабля написано «Рейджио Калабри». Хозяева поменялись. Миссина больше не владеет паромной переправой, теперь и владеет «Рейджио Калабри». А калабрийцы это совершенно другое. Другие люди. Это другая организация. И дисциплина в этой организации военной. Я просто уехал и ел. Когда я увидел людей в белых перчатках, одинаково посмотрев, стоящих по стойке смены. Я ниже калабрийцы сразу виду, они очень сдержанные. Команды четкие, немецкие. Тык-тык-тык. Раз, вся эта толпа погрузилась на два здоровенных парома. Я в той машине не остался и уехал. Вы представляете, сколько они зарабатывать стали? Вот, понимаете, потребность огромная, а возможности ее реализовать нет. И тут они просто купили три или четыре новых парома, еще дополнительно к тем, которые были. Эти сдали на металлолом или отправили работать на какие-то другие линии. И заторов на переправе не стало. То есть, по сути, если те зарабатывали, ну, образно говоря, со мной машиной 30 евро, то сейчас они 60 евро, потому что два парома ходят одновременно. И я, когда посмотрел на это, я понял, что дисциплина, она основополагающая вещь в бизнесе. Почему Дранги-то такая богатая? Потому что она очень дисциплинированная. Мало быть преступной организацией, понимаете? Мало быть криминальной структурой. От этого богатства не добавляется. Вот сколько у нас криминалов, которого сажают каждый день. Этих же никто не сажает. Видимо, потому что они страшно дисциплинированные. Поэтому дисциплина бьет класс. Всегда. Поэтому дисциплина – это та вещь, которая происходит из страха человека. Если человек умеет управлять своим страхом, он умеет управлять собой, что ведет к дисциплинированности. Что значит страх использовать в своих интересах? Это стать дисциплинированным. На базе этого страха стать дисциплинированным. Большинство людей какие? Не дисциплинированные. Соответственно, что они хотят от себя? Что они требуют? Ничего. Они требуют все от кого? От других. Идея требует все от других. Это очень плохая идея, но очень интересная. Потому что все ее исповедуют. Глупая идея, но можно орать до бесконечности. Вы все мне должны хорошую жизнь, но никто же ее не даст. Вы же прекрасно понимаете. И все хуже и хуже и хуже становится сейчас. То есть, вы видите, если раньше как-то можно выехать было на внешности и так далее, и так далее, и так далее, сейчас это уже никто не интересует. Давно прошли времена, когда внешность играла какую-то роль у женщины, например. Это не значит, что красота перестала быть страшной силой. Нет, не перестала. Просто она что? Опособилась. Она ушла из бизнеса. То есть, если в 90-х красивая женщина это было некое украшение Мерседеса, то сейчас в Мерседесе ездят без украшения. Можете посмотреть. Дешевле просто. Мерседес без украшения дешевле. Никому не нужна женщина, которая просто красивая. А зачем? Все уже давно поугнели. Сними квартиру, жили с ней, оттуда отдели вот это от вот этого и все. И все так делают. То есть, никто туда не пускает. На ту сторону. Не пускает, или вот тебе квартира, вот тебе деньги, иди в салон, и вообще оставь меня в покое, я приеду вечером. Все. Раньше так никто не делал. То есть, в 90-е эти девки были неотъемлемой частью фирмы. Мы там ногти пилили, сидели, и так далее. Прямо в корпорации. Вот сколько я приходил, сижу. Одна ногти пилит, другой дверь открывает, третий этот, четвертый этот. В 2008 году это все закончилось. Почему? Дефолт. Помните, 2008 года. Предприятие состояло из 70 человек, стало из 10. И оказывается, что 10 человек могут зарабатывать те же деньги, которые зарабатывали 70. Выяснилось, что подавляющее большинство людей на предприятиях это слуги. Слуги не нужны. Слух убрали. Почему? Потому что стал подбой образ жизни. То есть, денег не стало, а фонд заработной платы самая большая трата на предприятие. Они компенсировали фонд заработной платы за счет увольнения сотрудников. То есть, встали, в общем-то, огромное количество безработных украинцев. Как вы думаете, появились ли безработные украинцы? Нет, не появились. Потому что они пошли в центр занятости, который создан государство, и получали еще два года зарплату, которую когда-то они до дефолта получали в тех предприятиях. Да, не ту черную зарплату, белую, которую получали. Ну, мы продолжали получать. И когда мои друзья, некая иностранная корпорация приехала сюда создавать финансовые группы, и когда вот этот дефолт щелкнул, все думали, о, мы сейчас у них банков наберем девочек, мальчиков, быстренько сделаем корпорацию, а вы слышите, что никого нет. Пустота в Украине. Нет кадров финансов. Почему? А зачем работать, когда есть центр занятости? То есть, пришли, дали деньги кому-то, быстренько оформились, и все, и зарплата каждый месяц, а можно делать все, что она работает, можно не ходить. То есть, все быстро поразбегались по центрам занятости. Но они допустили огромную ошибку. Почему? Потому что, выпав из деловой среды на два года, они потеряли все контакты в деловой среде. То есть, их забыли. И когда они потом, уже нужно было устраиваться, они потом попытались прийти обратно, уже все было занято. Нашли других, переучили, бизнес не может стоять на месте. Нашли других, переучили, секретарши сделали менеджер, и так далее, и того подобного, поработали, и все, эти вернулись куда? В пустоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова